Итак, в этом видео мы с вами развернем сайт на движке Joomla на очень интересном хостинге с единоразовой оплатой. Меня зовут Федор Васильев и давайте приступим к установке. Прежде чем что-то сделать, нам нужно сначала получить бесплатный движок Joomla. Для этого я всем рекомендую качать Joomla официально с сайта joomla.org. На момент записи урока последней версии Joomla 3.9.1 скачивайте к себе ее на компьютер. Она у меня уже присутствует. В прошлом видео мы с вами зарегистрировались на данном интересном хостинге. Теперь давайте продолжим работу. Авторизуйтесь в панели хостинга, переходим с вами в www.domene. Здесь есть такие кнопки каталог. Переходим в каталог. Это наша корневая директория. У вас здесь свое название. У каждого свое уникальное. Здесь есть две папки, которые по дефолту находятся. Они нам здесь не нужны. Мы сюда с вами разместим движок сайта. Поэтому мы выделяем зажатым шифтом папку и документ HTML. И нажимаем здесь на кнопку удалить. Подтверждаем действие. Далее мы с вами нажимаем закачать. И нам нужно выбрать дистрибутив Joomla с компьютера. Нажимаем на кнопку выбрать файлы. Открывается окно. Находим на компьютере дистрибутив Joomla 391 версия. Выделяем и открыть. Нажимаем ОК. И сейчас движок загружается к нам на хостинг. Итак, движок загружен. Мы видим архив, но нам теперь его нужно распаковать. Мы его выделяем. И нажимаем здесь на кнопку извлечь. Здесь ничего не трогаем. Здесь у нас указана папка директория корневая к нашему сайту. Здесь мы только нажимаем на кнопку ОК. Итак, в корневой директории все файлы. Теперь zip-архив, который мы только что распаковали. Видим его здесь. Выделяем. Он нам здесь больше не нужен. Удалим его, чтобы не загромождать дисковое пространство хостинга. Нажимаем здесь на кнопку удалить. Подтверждаем действие. Как я уже говорил ранее, в предыдущем уроке, как нам перейти на технический домен, чтобы произвести дальнейшую установку нашего движка Joomla. Домены. Наводим мышь вот на эту иконочку. И видим, у вас тут свой уникальный домен. У меня свой. Можете вот так вот его выделить. И Ctrl-C скопировать горячими клавишами. Вставляйте свой тестовый домен в адресную строку браузера. Обновляем страницу. И видим с вами страницу установки Joomla. Заполним поля. Если это у нас тестовый сайт, поэтому название сайта можете писать все что угодно. В любом случае все заполненные поля на этом шаге вы сможете изменить в админке своего сайта Joomla. Описание можно не заполнять. ML проставляйте свой. Логин свой. Пароль. Естественно, логин и пароль я ставлю простой. Но если вы делаете уже рабочий сайт, я рекомендую не использовать логин админ и использовать сложный пароль. Нажимаем на кнопку Далее. Второй шаг самый такой, наверное, сложный для новичков. Но на самом деле ничего сложного здесь нет. Прежде чем двигаться дальше, нам необходимо создать так называемую базу данных для нашего сайта. Она создается на хостинге. Эту страницу, вкладку мы не закрываем. Возвращаемся в панель хостинга. Влево в колонке видим главное. Разворачиваем это меню, кликнув мышкой. И здесь вот есть база данных. Кликаем сюда. Как видим, у нас не создана ни одной базы данных. Мы нажимаем с вами на кнопку Создать. Имя базы данных, не русскими буквами. Придумайте какое-то название. Я написал Федор имя базы данных. И у меня подставляется галочка, говорящая о том, что это имя можно использовать. Дальше мы заполняем необходимые поля. Имя пользователя базы данных. Я буду использовать такое же, но в качестве безопасности лучше использовать отличное имя от имя базы. Ну, например, Федор что-то еще добавить или совсем другое название. Дальше рекомендуется сложный придумать пароль именно к базе данных. Здесь также имеется такая-то иконочка. Кликайте по ней. Автоматически система генерирует сложный пароль. И на всякий случай сохраните куда-нибудь его на блокнот. После этого мы с вами нажимаем на кнопку ОК. И у нас с вами база создана. Адрес сервера у нас Localhost. Сейчас он нам тоже понадобится. Возвращаемся на вкладку установки Joomla. Я вас попросил эту вкладку не закрывать. Имя сервера базы данных, как я только что сказал, Localhost оставляем. А вот как раз таки имя пользователя я придумал Федор. И имя базы данных тоже Федор. А вот пароль проставляем тот, который только что создали к базе данных. Проставляем пароль в соответствующее поле и нажимаем на кнопку Далее. У нас с вами происходит подключение к базе данных. На этом шаге вы видите, что все хорошо. Никаких проблем, никаких ошибок не возникло. Здесь на этой вкладке в принципе мы ничего не делаем. Если мы устанавливаем чистый сайт, то мы демо данные оставляем в положении нет. Если мы хотим тестировать Joomla и нам нужна какая-то наполненность сайта уже, тестовыми статьями, тестовыми пунктами меню и так далее, то вы можете выбрать здесь демо данные, визитка, блок и так далее. Здесь есть важный момент. Нам нужно всегда обращать внимание вот на эту колонку. Здесь должно быть все в положении Да. Как сейчас вы это видите у меня, значит данный хостинг полностью отвечает всем требованиям движка Joomla. Если у нас все хорошо, а у нас с вами все хорошо, везде у нас светится Да, значит мы нажимаем на кнопку Установить. Происходит процесс установки Joomla на хостинг. Нужно подождать. У нас почти все готово, но еще не все. Давайте установим русский язык в панель админки нашего сайта Joomla и фронтальную часть сайта. Нажимаем на кнопку Установить языковые пакеты. Здесь много языков. Прокручиваем в самый низ, находим Russia, русский язык, ставим напротив птичку и нажимаем Далее. На этом шаге ставим точку напротив русского языка в панели управления и язык сайта, также ставим точку русский язык. Нажимаем Далее. Таким образом мы устанавливаем русский язык на весь наш сайт Joomla. Последний шаг – удалить директорию инсталляции. Эта папка нам больше не нужна. Нажимаем на эту оранжевую кнопку. Видим, что надпись на кнопке изменилась. Директория инсталляции успешно удалена. Можем перейти в панель управления Joomla. Кликаем на эту кнопку. Вписываем логин и пароль от входа Joomla. Это у меня админ и легкий пароль. Нажимаю Войти. У нас с вами, в принципе, все хорошо. Никаких особо ошибок нет, кроме одной ошибки. На самом деле это не ошибка, а предупреждение, что на данном хостинге у нас используется старая версия PHP. Это необходимо изменить и включить версию более свежую. Также можете кликнуть вот сюда, в правом углу, на ваше название вашего сайта, и вы откроете главную страницу фронтальной части сайта Joomla. Здесь мы видим, никаких ошибок у нас нет. Все нормально. Возвращаемся в панель хостинга. Далее, чтобы сменить версию PHP, на вкладке www, вот здесь вот есть PHP, PHP. Кликаем сюда. И мы видим, что у нас стоит галочка напротив старой версии, по умолчанию, это 5.4.16. Она уже устарела, и нам нужно сменить версию на более позднюю. Можем поставить попробовать 7.2.11. Если сайт вдруг не будет работать, попробуем поставить пониже. Зачем это вообще нужно? PHP 7 версии позволяет сайту Joomla работать намного, намного быстрее и без каких-либо ошибок. Поэтому это очень важный момент. Давайте ставим галочку вот здесь вот напротив версии 7.2.11. Сплайд окно подтвердить действие. Нажимаем ОК. Видим, что галочка светится зеленым напротив версии 7.2.11. Далее нужно перейти опять в www.domene. Два раза левой кнопкой мыши кликаем по домену, заходим внутрь, и вот здесь вот версия работы PHP нам нужно изменить на GGI. Выбираем и нажать ОК. Таким образом, версию PHP мы поменяли на последнюю, и давайте проверим в админке нашего сайта. Обновляем еще раз страницу. Видим, что сообщение исчезает, и мы с вами используем последнюю версию PHP. Сайт работает, фронтальная часть сайта тоже загружается, все хорошо. Фронтальная часть сайта Я на связи her. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok